Я задал вопрос, могу еще раз повторить. Народ устал ждать от вас результатов. Когда будут медали и результаты? Вы говорили почти 20 минут. Я не услышал ответа на вопрос. Александр Иванович, на Европейских играх в следующем году это будет первое мероприятие, когда страна увидит результат. Это будет достойный результат. Товарищ по-мужски, не дай бог, вы провалитесь на этих играх. Вам в стране места нет. Не за горами зимняя Олимпиада в Южной Корее. И с чем мы туда поедем? Хоккейная команда безвольно провалилась. Это, к сожалению, демонстрирует общее состояние данного вида спорта в нашей стране. В биатлоне? Ну, слава богу, Даша, наверное, встанет уже окончательно на ноги. Больше никого нет. А где спортсмены? А где остальные? Какой результат? Сколько денег вложили в этот биатлон? Ждем, посмотрим, что будет в Корее. На Олимпиаду чемпионаты мира, да и Европы, континентальные чемпионаты, едут не для того, чтобы выступить, даже хорошо выступить, в кавычки беру, как некоторые наши функционеры привыкли в средствах массовой информации заявлять. А на такие форумы едут завоевывать медалей. Но они вообще не попали на Олимпиаду. Провалили вторую подряд. Квалификацию уступил Словении. Вы помните этот позор дома, в Минске. Последний чемпионат мира в Париже наша сборная закончила на грани вылета из высшего дивизиона. Иногда смотришь на наших мужиков, бегающих с винтовками, и такого позора хотелось бы куда-нибудь от него спрятаться. Куда-то под веник, под плинтус заползти, чтобы этого не видеть. В женской команде не видно, кто придет на смеру Ндомрычева из Кардина. И если кто-то оценивает выступление женской команды по биатлону как успешное, то я бы предложил этим людям очнуться и посмотреть реально на то, как выступали биатлонисты наши вообще и девушки тоже. Это будет серьезнейший экзамен для каждого атлета и тренера, для всей спортивной отрасли. Сейчас у нас в этой сфере делается фактически все, что требуется. Нам очень непросто дается каждый рубль, который мы туда направляем. Потому белорусский народ вправе рассчитывать на должную отдачу. Мы очень надеемся на победы белорусских атлетов. Вы окунетесь в море любви и внимания с стороны наших благодарных болельщиков. Отдельное спасибо нашим баскетболисткам. Благодаря им на Олимпийских играх 2016 года Беларусь снова будет представлена в игровых командных видах спорта. Думаю, что мужикам надо равняться на наших девушек. Давайте посмотрим на игровые виды. На Олимпиаду в Рио от Беларуси попала только одна команда. Женская по баскетболу. За девчат переживала вся страна. Ну а какую игру они показали? Почему не дотянули? Говорят, устали. Все возросли. То чего тогда было туда ехать? Чего ехать, если в голове пенсия? И что это за усталость? 30 лет человеку до 30, чуть больше, 31-32. Устали. Ладно, баскетболистки хотя бы доехали до Рио и боролись. А футбол, а волейбол, а гандбол. Индивидуальные виды также не блистали. Неудовлетворительно выступили дзюдоисты, стрелки, боксеры, велосипедисты, гимнасты, теннисисты. Все наши великие легкоатлеты и пловцы попрятались за спины Тихона, ну и отчасти, наверное, Саши Герсемен. В спорте все, говорят, бывает. Да, в спорте бывает все. Но только не на Олимпийских играх. К Олимпийским играм человек готовится и готовит все резервы, которые у него есть. И все быть не может. Может быть только победа. За этим каждый спортсмен туда ездит. Да, участвовать хорошо. Но главное не участие, а победа. Вот вам мой наказ. От имени белорусского народа. Почему так случилось, что при огромном внимании государство, при таком отношении к спорту и спортсменов, мы сегодня, откровенно говоря, деградируем по многим-многим направлениям. И второе, где тот свет в конце тоннеля? Кто его видит? В каком направлении двигаться?